очень приятно с ребятами немножко пообщались давайте послушаем просто о чем речь я буду жесткий вопрос задавать может быть с вашего позволения потому что я должен уважать вашу вот эту любовь к религии у меня немножко другой вопрос я все это почему говорю я когда я езжу по телевизору сам на своем опыте я езжил в Москве 15 лет почему начиная с 13 века мы отстаем очень долго я об этом размышлял я с 12 лет политикой занимаюсь в каком смысле интересуюсь почему начиная с 15 века христиане они пошли вперед они открыли Америку они создали разные вот это научно правило ни одного начиная с 19-13 века ни одного новых скажем так открытий открытий нет чтобы мы мусульмане сделали начиная с 14-13-14 века нас выгнали из Испании это же был Мадрид это же арабский город арабы создали Мадрид но у единого там все оттуда выгнали уничтожили или заставили применять христианство почему мы проигрываем а христианство вот когда Мартин Лютер Кинг сделал свое 101 позвание да у него есть Мартин Лютер Кинг вы наверняка знаете кто такой вот этот протестант который вот создатель протестантов да ирландцы по-моему немец по-моему немец ирландцы не важно не немец основопорожник протестант есть в философии такой категории сравнения все видно в сравнении католицизм есть протестанизм юг Европы это католики Италия Испания Ирландия Португалия это католики протестанизм это Голландия Дания Швеция Норвегия Финляндия Англия католики отстают а протестанты вот они уже пошли вперед почему потому что в свое время они делали скажем так реформу или как создали что-то новое мне такой вопрос может быть из-за того чтобы мы до сих пор соблюдаем тот воззвание который в шестом веке вот этот Махамад Пегамбару Читаба Алаб может быть что-то нам тоже вот какие-то скажем исходя из данного современного времени исходя из этого может там какие-то может реформы хорошо это главный вопрос или это вопрос много мне самый главный вопрос почему мы отстаем это я не думаю это самый главный вопрос для тебя должен быть почему потому что для мыслившего человека как вы я вижу Маша Аллах вы должны различить в первую очередь между теорией и практикой в первую очередь мусульмане одно исламе другой давайте мы будем говорить об исламе не будем говорить об мусульмане у меня еще такой вопрос вот 99% мусульмане они полностью полностью вот то что написано в Коране в Шариате они-то не не соблюдают не соблюдают отлично они не соблюдают мы будем соблюдать может быть это другой допустим какой-нибудь человек он думает что вы не соблюдаете вы думаете что он не соблюдает поэтому поэтому я вам говорю давайте различим между теорией между идеологией и поддерживающих идеологией это это расхождение обязательно знаешь почему знаете почему идеология для того чтобы его применили я вам скажу я вам скажу я вам скажу сейчас если один азербайджанец изнасилует девушку какую-нибудь это не значит все азербайджанцы такие согласны то же самое если кто-то мусульманин сделает какой-нибудь грех и пусть будет это величайший грех это не значит все мусульмане таким поэтому обязательно в любви мы должны различить между идеологией и люди которые поддерживают идеологию для нас тарази является сама идеология вот он мой брат и со мной сидит и кушает и так далее но когда ошибается я ему говорю ты ошибся на каком основании я ему говорю ты ошибся на основании того что он расхождался он противоречился с идеологией которую мы оба поддерживаем поэтому я согласен 100% что мусульмане 90% может быть больше может быть меньше не критерия не критерии процент потому что это нельзя называть я сам приблизительно так сказать большинство большинство я согласен я согласен поэтому одна один раз была деликация приехала из Японии в Егип чтобы изучать ислам когда они видели мусульмане таким образом они возвращались и сказали нам такой ислам не нужен почему человек писает по дороге извините на выражение другой ворует и третий обманывает четвертый водитель спрашивает ему давайте отведи вазгар он говорит столько столько делит и круг оказалось вазгар рядом они видели обманывает это чтобы узнать кто виноват в этом сами люди или идеология мы видим идеология сама говорит не верите не кушайте харам не занимайтесь тем другим значит виноваты люди а почему виноваты люди это уже наука социология мы будем изучать мы можем изучать и ученые уже изучали давным-давно изучали причины которые вынуждали люди быть таким образом внутренние причины и внешние причины я извиняюсь я вам здесь есть с вашим позволения и диалоги есть сознание человек вот мы сознательные люди мы друг друга уважаем мы нам люди и так далее сознание формирует что формирует сознание сознательное скажем так культуру это не культура а сознание что формирует сознание один из самых главных факторов формирующих сознание это идеология религия есть некоторые факторы это правильно брат но если если вот просто я чтобы дальше не забыть это правильно согласен сто процентов это если мы знали религию проблема что мы не знаем религию не религию сама не знаю я о себе говорю о нем от третьем не знаем бороду и знаем намаз а религия как религия религия как и знание религия как наука не знаю дорогой мой всех заставлять чтобы они изучали все чтобы ученые были тогда вот значит значит вы давайте конкретно давайте конкретно будем говорить мы не будем говорить об все общество ислама мы будем говорить об ученых согласны а потому что вначале вначале вашего разговора были ком не я вся общество я все такие я все такие вот я хочу чтобы вы оставлю на как не похожи были как я после как они были дисциплинированные чистоплотные работа спасу японцы японцы чистоплотные работоспособные воспитанные вот религия религия формирует я же например сказал допустим итальянцы католики колландцы протестанты тоже как даже в бельгии есть волонья католики францы франкоязычные волонья это бюссель юг юг бельгии это франкоязычные это колой католики а север это уже голландой говорящие протестанты формируют сознание религия ахирушан я вас прекрасно понял просто я хочу чтобы вы различили одну вещь и знание и бады знаний и формирование знаний это разные вещи это совсем разные вещи формирование знание это когда я как учитель могу преподавать и знание тогда могу влиять на вас а ислам в данное время ислам в данное время из всего угольки мира земли земного шара они не дадут ему возможности чтобы он говорил даже ислам как я буду как я буду оформлять ваши знания чтобы появилась культура если у меня нету возможности возьмите пример азербайджан азербайджан когда ислам враг же иничтожил там ислам иничтожил и коран и книги и ученые и так далее поэтому люди остались их название мусульмане мухаммады ахмады али и так далее но на самом деле оформление религия у них в голове нету не потому что сама религия виновата нет потому что враги делали так и чтобы отделять самой религии от народа ты дай мне возможность и посмотри как я поменяю и оформляю любого человека к лучшему и значит есть сам объект религия и есть процесс чтобы преподавать эту религию у нас нету возможности сейчас как вы говорите европа последние статистику европа говорите что самая быстрая религия которая распространяется распространяется среди ученых именно религия ислам почему потому что объективно надо смотреть и сначала на религию как я понимаю это религия люди по-разному то же самое христианство мартин лофар он тоже христианин просто он пони религия по-другому это другой вопрос них данное время понимаем религию как пророк бекамбар салам салам понял нет вот в этом есть проблема я по этому вам говорю ми не понимаем на уж не из нам как положено как во время расулах саламом солдайская арабия что там кого кто-то мешает пусть это 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 вам кажется брат мой я не это это вам кажется брат мой я вам скажу До 18 века один из самых сильных империй в мире был, это с 18 века, до 18 века. Кто там мешал? Нет, этот вопрос, я читаю, нельзя сказать. Знаете почему? Потому что все люди в этой жизни, они друг друга притесняют. На уровне ислам, на уровне христианства, на уровне не ислама, не христианства, на уровне соседа, на уровне нации, на уровне убеждений и так далее. Люди без притеснения друг к другу невозможно. Невозможно. Вы живете, вы скажете о себе. Это такой пример. Скажете о себе, что вы культурный, вы никого не притесняете и так далее. Но это не значит, что другие вас не притесняют. На вашем уровне, где вы работаете, допустим, они будете там притеснят, где вы живете, соседи будут притеснят, где по дороге ходите, это так натура, Аллах, так нас создавать. Все-таки, вот, вы хотите мне сказать, что наша беда в том, что мы не полностью изучали ислам и соблюдаемся? Наша беда, как вы упоминали точно, в XII и XIII век уже видны разбад ислама. Причина главная, это внедрение от имени ислама в ислам нововведений, которые они противоречат исламу. Какие? Внутри ислама. Я вам скажу, суфизм, это одна из глобальных и главных причин, которые отделяли мусульман от настоящего ислама. Суфизм, вы слышали такое? Да, конечно. Харижизм, вы слышали такое? Эти два фирга, или три, или четыре, может быть, и больше, и меньше, они оформлялись таким образом, брали для себя по внешнему фактору, брали для себя, потому что это суфизм в основном, это индусские учения, пришла через Индия в Ирак, через Иран в Ирак. Первые не арабы, которые ее оформляли, это были Аджам, не арабы, но они стали, они мусульмане, стали на арабском языке и так далее. Взяли вот этот суфизм, который у индусов, чтобы отделяться от мира, от общества, только с Богом быть, сидеть в мечте и так далее, воспитывать сам себе воспитание и так далее, выдумывать разные, как сказать, разные методологии, чтобы перевоспитывать или давить душу человека. Это называется суфизм, и она внедрилась через Иран в Ирак, и там образовалась, и называлась суфистные первые эти группировки появились. И после этого потихоньку, через нескольких веков, скажем, начали называться суфистский ислам. И в данное время сейчас они больше четыреста паригат таких, от имени ислама, в течение, на самом деле. В чем отличаются эти от мусульманов? Этот человек, суфист, который принимает суфизм, в Аллахи Биллахи в жизни Коран не отекрывает. Если он отекрывает, только для баракат. Алхамду Лиллах, Раббил Аламина, Рахмана, Рахима и так далее. Во-вторых, во-третьих, не работает и не готов работать. Почему? Потому что есть туббые люди, извиняюсь, есть невежда, которые приходят, ему баран дают, кормят и так далее. И танцуют дома Аллах, Аллах, Хай, Аллах, Аллах, Хай, как вы видите это рядом в Дагестане и Шишне и так далее. Русские настоящие враги ислама, довольны на них. И сохраняют их, и строят для них дома, и мечеты, и так далее. Продолжайте эту дорогу, мы довольны на, как это называется, ислам их, суфистский ислам. Это потому что, когда враг Монголь, Монголь и Татар, нападали на исламский мир, суфистские шейхи сказали людям, бегите, бегите, читайте Бухари, только для баракат. Сахих и Бухари, 4 тома, это почти 7 тысячи хадисов. Если ты в течение 5, 6 или 10 лет, ты не учил детей, не учился, в течение 5 минут, когда враг нападает, в жизни будешь читать. Значит, они Коран читали только для бараката. Якобы, Монголия и Татар нападают, я побегу, читаю Коран, Аллах и уничтожит их. Вот это суфистские понятия. Как Алибн Абиталев, радуя Аллаху Ангу, сказал, сказал, не думайте, что Аллах будет вас кормить, и из неба будет послать на вас золото и серебро, если будете сидеть в мечте и сказать, я Аллах кормит. Нет, Аллах так не сказал. Аллах и сказал, иди работай. Когда наши предшественники, праведные предшественники, поняли Ислам как положено, поэтому он и молился, и занимался джихадом, и занимался наукой, и воспитывали других, и не обманул, и не врал, и не украл, и христианин не было, и так далее. Наоборот, любая другая нация видела этого мусульманина, сказали, Субханаллах, это ангель, это необыкновенный человек, давай учи, что у тебя за религия. Поэтому я вам говорю, мне сегодня живьем, все самые страшные расхождения между, выход какой, выход только вернуться к Корану, единственное, выход только Коран, понимать Коран, сейчас я извиняюсь, сейчас добыстим, любую идеологию в этом мире возьмите, любую идеологию, христианин. Человек приходит тебе, я говорю, я христианин, и вот он поставил здесь крест. Ты скажешь ему, хотя бы дай мне одну доказательство, о том, что Иисус, о том, что Иисус является пророком или Богом, или, как они говорят, не сможет. Ты что будешь ему сказать? Какой ты христианин, если ты не знаешь твою книгу святую, священную? Не так? То же самое, допустим, я адвокат, руководство для адвоката, вот это законодательство, не так? Если ты придешь ко мне, как обычный, простой, нормальный человек, скажешь мне, я обомар, я давал залог, хочу забрать обратно, могу забрать? Я скажу тебе, конечно, можешь. Ты сразу, если у тебя малейшие знания, о моей работе, ты сразу оставишь меня, и уходишь. Почему? Астаны. Ты скажешь, это не адвокат, это самозвонец. Потому что законодательство, 148 статья говорит, что если давал залог, то есть арбон, арбон, арбон. Депозит. И ты сам отказываешься, значит, ты потеряешь. Это по закону. Почему? Потому что оказался, я отличаюсь от законодательства. У нас Аллах давал законодательство, которое никто не может менять, никто не может добавлять, никто не может уменьшать, никто не будет ее держать, и чтобы он был униженным. Мы стали униженными после того, как мы оставили руководство Аллаха. Потому что, брат мой, все пророки, начиная от Нуха до последнего Мухаммеда, закономерно для любого, чтобы они были бедны, были просты, были безмощны, безбомощны, были слабы. Их не первые, кто поддерживает их миссию, были слабы люди, простые люди, рабы, и безбомощны, и так далее. И после этого, когда они берут миссию пророка, они становятся самыми сильными. Это законодательство у всех пророков. А наоборот, если мы, то есть последователи пророка, будем оставлять учение пророка, это наказание от Аллаха в этой жизни. Что вы оставляете миссию вашего пророка, который я вам послал, значит, будете жить униженными. Мы сегодня униженными за это. Но это не однозначно, конечно, не однозначно. Это есть объяснение в этом, и на самом деле, брат мой, давай не будем смотреть на Европу и так далее. Смотри на арабский, мусульманский мир. Да, я вам говорю, я, как обыкновенный мусульманин, который я себя не читаю ученым, великим, или обыкновенный наблюдатель, который слушаю, читаю, разбираюсь, что-то. Наш положение внутри базор, который радует любого врага. Этва мусульманина, они могут и не ладиться. Не потому, что ислам так, потому, что они не понимают, не только не понимают, может быть понимают, брат, здесь тоже одно вещь, очень культурное. Вы, как азербайджанист, вы понимаете, что быть азербайджанцем и защищать нацию, это бедным долгом, не так? Это ваша земля, это ваша честь, это ваши родственники, это ваша родина и так далее. Вы это понимаете, но иногда вы нарушаете это. Значит, есть два понятия еще. Понять, понять и поддерживать, или делать на основании понятия. Вот, я понимаю ислам. Но сейчас кто-нибудь придет, даст мне тысячи дорогами, чтобы о ком-то плохо сказать, я буду сказать. Значит, несмотря, я знаю, что это запрещается в шариат. Значит, где здесь? Вы ищите идеального человека, это невозможно. Это невозможно. Вот это не вы должны сказать, это совсем другой человек должен сказать. И знаете, почему? Потому что идеальный человек, который я еще уже был и до сих пор есть. И до сих пор есть. Вы меня спросите. Я не говорю о себе идеальный. Я никогда не гулял, никогда не был, никогда не курил, никогда и не ругал, и даже если ругаю в слабом моменте, сразу позвону, скажу, брат, извини и так далее. Соблюдаю как положено для Аллаха и для жени, и для детей и так далее. Стараюсь никого не трогать и так далее. что больше этого от меня требуется? В моей работе я стараюсь, стараюсь быть. Но это вы единительный. Ля, ля, ля. Вот это вы сто процентов ошибаетесь. Сто процентов обратно. Извините, что я это вам скажу. Я не единственный образец. Когда мы приехали, я ребятам сказал, я им сказал, что я учился, мне возраст 43-44 года, я говорю, учился в Советском Союзе и нестерство окончил. Тогда мы изучали научный коммунизм. Был такой у нас предмет. Научный коммунизм. Вот коммунизм это что такое? Коммунизм тоже изучали. Я тоже это изучал. Коммунизм это что такое? Все должны быть правильными, все должны сработать. Кто сколько умеет работать, кто столько потребляет, это коммунизм. Мы же до этого не дошли. Вы все правильно говорите, я с вами согласен, но это неисполнимо. Это невозможно исполнять, это невозможно. 99% это невозможно. Почему? Потому что невозможно. Вот как коммунизм был невозможно. Определение невозможно. Вы знаете, что такое? Это если две противоречившие вещи собрать в одном. Это невозможно. А в этом нету ни одного невозможно. Потому что я могу делать в мечет и то же самое могу совершить джихад и то же самое могу совершить и науки и воспитывать детей и так далее. У меня 24 часа хватит. Жизнь доказывает, что большинство людей не такие как вы. Нет, давайте. Сейчас людей я хочу вам спросить. Люди меняются или не меняются? Большинство даже на худшие стороны меняются. Нет, нет. Общий абстракт. Можно изменить человека? Человек меняется или нет? Можно изменить человека. Ля, 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 вопрос совсем другой. Люди меняются или не меняются? Меняются. Вы 10 лет тому назад были такими как сегодня? Нет. Здоровье одно и то же? Отношения одно и то же? Значит, человек меня... Знаете, что нужно для людей? Нужен как я, как он, как он и как вы. Когда мы это поймем и будем соблюдать, ваша жена будет меняться, ваши дети будут меняться. Вот давайте еще несколько вопросов я вам задам, которые вот этот глобальный вопрос обсудили, и я вас понял, я остаюсь в своем мнении в своем отношении в ислам к женщине? Да, я просто одну слову хочу уточнить вас, не торопитесь, вы говорите я с вами согласен, потом противоречите? согласен в каком смысле, да? согласен что вы остались в своем вы правильно говорите, что вот все мы должны быть таким, а я говорю, что это невозможно, это невозможно, ближайшие 200-300 лет это не будет невозможно, это показывает, по 700 лет вы где живете? вы где живете? я ставлю момент в покажу нет, живете 21 веке, это имею ввиду, сейчас мы с вами со всеми 10 лет тому назад не могли знать, что такое компьютер и так далее, для любой общества, для любой общества, для любой общества, дай 10 лет, если наши главы будут принимать это решение, они сделают, только меня система образована, я тебе уверяю, я вас, уверяю, дай мне Азербайджан в целом, скажет, я бы Омар, вот Азербайджан, ты там, делай, что хочешь, что би анавти через 10 лет, аформляла сестра все благо честиво мусульман 10 лет, только дай я поменяю систему образована, то же самое как язык, ахи, у вас, берви, язык, биррусский, в течение 10 лет, меняли, все люди уже стали на Азербайджанском, я, ахи, в Иран, Иран, были они все люди совсем по-другому, через 10 лет, они меняли систему, дай, мне меня систему образована, я поменяю любое общество, это, Аллах, субхану та'алла, так говорит, инна Аллах есть пример какое-нибудь государство, которое вот хотя бы немножко соответствует с вашим вот этим всказыванием, есть вот в мире какое-нибудь государство, более-менее вам близок? Определение государства, вы знаете, что такое? Ну, давайте это не будем, ну вот вопрос задай. Нет, я это задаю в вопросе, чтобы вопрос были для меня и для тебя, не для того, чтобы вас испытывать. Государство это и семья, потому что государство состоит из сотни тысяч семей. Если моя семья, я, как и главар, у меня 8 или 10 детей, могу их воспитывать на Саратову Стагим, могу их воспитывать на любить других, могу их воспитывать на мораль, нравственность и чтобы они соблюдали закон Аллаха, значит, сосед тоже может, значит, вы тоже можете, значит, он тоже может и третье. И государство 10, 20, пусть будет и 30, яхе, 30 лет это для истории это не время. Это три дня. Близкое какое-нибудь государство, которое более-менее подходит к вашим вот этим. По вашему мнению, есть, вот в мире существует какое-нибудь государство? Я могу отвечать. Саудовская Арабия или Яхе, Афганистан или Патистан. Я могу отвечать. Но то же самое для христианства нету государственного примера, который вы сказали живут там, живут там, живут там, но это тоже не примеры для христианства. Это там большинство язишники, большинство они коммунисты, которые живут в Европе сегодня, они не христиане, они все атеисты. поэтому Я этот вопрос другой задал. В исламском мире есть близкое вам государство? Вот пример. Государство имейте ввиду хокумат и народ или только народ и хокумат? И народ вместе, да, государство. Саудовская близкое вам нахождение. Вначале же мы сказали, что народ японцы приехали, видели народ и это государство фактически ближе к моему о чем я говорю мы стараемся. Но как я говорю пока нету. Знаете почему, брат мой? Знаете почему? Почему? Потому что большинство государства, в котором мы живем, большинство государства в котором мы живем они над ними есть величайшее колоссальное давление. Сейчас народ не будет доволен государством даже если государство будет как сподвижники как пророки. Еще один вопрос только не обижайтесь. Не давали отвечать. Он сам не давали. Мы хотели чтобы он ответил а что он сам не давал. хочу спеть мне только не обижайтесь. Вот я речи не обо мне пример допустим я допустим пример намаз речь не обо мне пример вот такой человек Али допустим или Мохаммед или какой-нибудь человек намаз не обо мне намаз не совершен я прошу орудь тут ур Аллах не пешта на ислам на 5 заповедей не выполняй но человек работает с утра до вечера любит окружающих любит всех очень хороший человек всем помогает как может помогает никого не обижает старается не обижать скажем хороший человек но не соблюдать вот это все наши каноны каноны ислама человек в душе очень хороший человек как вы к этому человеку относитесь этот человек верит что он будет умирать и будет воскреситься может даже не верит может даже не верит он просто ежедневно делает добро людям ежедневно каждый делает работает чистит помогает но он вот это 5 заповедей ислама не соблюдает ваше отношение к этому человеку я думаю он даже не верит что воскрес будет судный день может даже не верит отношение с какой точки зрения отношение со мной работает он или моя жена или кто он просто такой человек он когда ему скажите мне салам алейкум знаю его какое отношение это абстрактный вопрос который реальности не вижу он сам для себя придумал религию у него религия состоит из того чтобы в мире своей возможности делать добро людям работать помогать своим возможностям в мире своей возможности он говорит что это моя религия и бог видит может я намаз не совершаю но я это делаю вот может я не совершаю но я помогаю обездоленным больным он сам для себя создал скажем для себя внутри религию создал и соблюдает вот этот любит окружающих вот этот человек мы кафиром называем или мы что как как этому человеку отношение это хуже чем кафир 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 что такое безбожник безбожник это сам он говорит у меня нету бога что я буду его называть сказать ему он сам говорит я не безбожник он принял для себя такой такая вещь если он скажет нету другая жизнь тогда с ними разговор по-другому это отсюда начинается по-другому пока как по-другому не надо определиться сначала если он верит только в этой жизни я к нему еще лучше буду поэтому я сказал какой он для меня составляет отношение кто он моя жена собеседник работает рядом живет хорошо для себя делят не для меня если он для себя но он у Аллаха вот дредь он в исламе не для меня как салим он кафир будет кафир Аллах не примет от него это значит почему не принят это я вам скажу почему он не принят не принят то что он намаз не совершает я вам скажу не принят потому что у вас есть один сосед этот сосед вас ругает каждый день но зато он кормит вашу собаку вы будете его уважать то же самое он ругает Аллах он не ругает Аллах просто просто слово не ругает Аллаха вы ее поняли однозначно сказать Аллах что он раз он отрицал Аллаха значит он ругает его он живет сам по себя он ничего не говорит он не говорит что вот я такой человек не совершаю намаз но я вместо этого помогаю инвалидам оставьте намаз это совсем другая сводящая мы пока обсуждаем его мировоззрение мы обсуждаем его мировоззрение это результат мировоззрения я сейчас в данный момент делаю добро другим по мере возможности конечно потому что ожидаю у Аллаха вознаграждение не ожидаю от вас не ожидаю от него вот разница между мусульманом мусульманином который делает он б бу он даже ничего не не ожидает у Аллаха Вот это вопрос, раз Он не ожидает у Аллаха, значит, Аллах не будет вознаградить. Вы понимаете, просто, раз Он делит добро для этой жизни, это в этой жизни остается. В той жизни Аллах его не вознаградит, потому что Он не ожидал от Аллаха вознаграждение. Как? Он не ожидает и Аллах будет ему давать. Поэтому мой пример, сосед и собака точно был. Еще вопрос. Отношение к женщинам в исламе. Вот, по моему мнению, этот вопрос закончился. Переходим к конкретному вопросу. Давайте, давайте, прежде чем я отвечу, давайте начать женщин по-другому сейчас, потому что времени нет. Нет, вот именно поэтому. Но время мало. Как по-вашему отношение к женщинам в исламе? Правильно или неправильно? Правильно, сто процентов. Мой вопрос, Ахи. Мой вопрос. Я вам спросил, сколько вам лет? 44? А для чего вы созданы? В этом мире для чего вы? Созданы для того, чтобы жить. Все? Животные тоже созданы, чтобы они жить. В чем ты различаешь? Разница между тобой и... Вы хотите, чтобы я ответил, что я... Не хочу, чтобы вы ответили мне. Я хочу, вы сказали, откровенно я здесь говорю. Я хочу, чтобы вы, как подскажет ваш ум и сердце, вы для чего созданы? Просто моя мать родила, и я вышел большой, и я зарабатываю, кушаю, и сплю, и все? Я Ахи отвечайте, как у вас в сердце. Я, честно говоря... Я не хочу отвечать для меня. Я один человек, сейчас вы уезжайте и забудьте меня, я тоже вас забуду. Я вас не забуду. Я вас не забуду. Я создан для того, чтобы жить, воспитывать детей, родить детей, воспитывать детей, что-то создавать, что-то после себя оставлять, чтобы пышными словами не сказать, чтобы добро делать людям. А в исламе говорят, что мы пришли на этот мир, чтобы испытать, пройти испытание. Вы верите, что вы будете воскресены после смерти? Я ребятам говорю, я очень хочу, чтобы у меня в душе была вера. Пока что этого у меня нет. Я честно признаюсь. Аллах, 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 Аллах. Просите Аллаха только. Я... Просите Аллаха. Просите Аллаха. Но я хочу вам сказать, Бурак. Я очень, очень много раз просил... Искренне спросите, Аллах да, с Мшаллах. Я хочу вам спросить. Я хочу, часть слова я хочу. Я хочу верить, как вы. Я завидую вам, потому что вам легко жить. Вам легко, в каком смысле? В каком смысле легко жить? Аллах да. Вы испытания проходите, вы все принимаете как есть. Я немножко не такой. Я очень живу, мне очень тяжело жить. Потому что у меня вот тот веры, который у вас есть, у меня нет. Поэтому мне сложно жить. Поэтому мне сложно жить. Вам советую, вам советую, вам советую, знаете, что дело? Я в клятвишу ходите, посмотрите, конец людей. Я каждый день клятвишу хожу. У меня супруга умерла, у меня брат умер, у меня сестра умерла, у меня отец умер, у меня племянник умер. Это все за 10 лет. Так что я каждый день прихожу, сижу, думаю, часами сижу там, думаю. Знаете, не знаю, вот я иногда завидую тем людям, которые верят. У меня нет этого. Я не знаю, может быть, я больше читал, меньше читал, я не знаю. Но я иногда открываю, читаю, и мне вопрос возникает. Я иногда говорю, а вы не обижаетесь? Открываю Коран, читаю, у меня вопрос возникает. Я этот вопрос задаю вот этим, скажем так, более-менее знающим людям. Они не могут меня объяснить? Они не могут меня убедить? Вот открываю, читаю, запись делаю себя. Прихожу, ну, вроде бы более-менее знающий человек. Я говорю, вот там так написано. Как по-вашему это? Особенно отношение к женщинам, особенно вот это боязнь, надо Бога бояться. Я всегда говорю, ребята, Бога не надо бояться, Бога надо любить. Бога надо просить, Бога надо любить. А бояться зачем? Зачем бояться? Он нас создал для того, чтобы мы его боялись. Мы должны его благодарить, любить. А вот здесь написано, надо бояться. Вот объясните мне, как это? Отношение к женщинам в исламе, это вообще у меня больной вопрос. Потому что наших детей воспитывают наши жены. Вы на работе, он на работе, я на работе. Кто воспитывает детей? Кто каждый день с детьми общается? А что там, на чём женщины там? Наши женщины, у нас ущемлённые. И никогда рабская психология, если женщина раб, рабыня, она не может воспитывать храмового человека. Вы вообще видели женщину мусульманка, что она рабыня? Я читаю, что мусульманин имеет... Какие книги вы читаете? Четыре, имеет четырех жён. Подождите, подождите, подождите. Источник информации, от него очень много зависит, от источника информации. От источника информации много, много что зависит. Шейх, мы у вас очень много времени отнимали. Я обязательно к вам приду. Я вот очень, очень хочу, чтобы у меня была такая вера, как у вас. Аллах, Кирилл. Наш Аллах, Аль-Хидай, иншаллах. Аллах, Аль-Хидай. Я думаю, что я вижу вот в этом мире несправедливости. У меня вот то, что есть, вот маленькая вера, тоже у нас. Я как раз ежедневно вижу, что вот... Вы ожидаете справедливость от людей? Никогда не будет. Только от Аллаха. От Бога я ожидаю справедливости. И величайшая справедливость. А это пока нету в мире, в этом мире, в котором мы живем, нет справедливости. Почему Бог этот опускает? Почему тот, кто уничтожает Бога, ему ещё больше даёт силу, ещё больше даёт богатство, ещё больше даёт возможность, чтобы он уничтожал? Почему? Знаете почему? Потому что вы смотрите в течение, может, пятьдесяти лет, пятнадцати лет, двадцать лет. Нет, сорок четыре года. Да, да. По семьсот лет ислам уничтожается, Бог почему это допускает? А где уничтожается? Везде. Везде уничтожается. Я, 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 бобеда, бобеда. Начиная и филиппин. Давайте, я вам скажу в Коран. Везде уничтожается. Не, не, не торопитесь. На них не волнуйтесь. За них не волнуйтесь. Не волнуйтесь. За себя волнуйтесь. Честное слово, когда я вижу, что мусульманский ребёнок умирает, у меня туша болит. Это не от меня зависит. Вольнуйтесь за себя. Тот, который умер, за него не волнуйтесь. Вольнуйтесь за себя. Не умирай-то, он страдает. Подожди, просто... Инвалидом становится, под бомбами христиан, евреи, под бомбами врагов наших. Слушайте, брат, вы это всё, вы это всё оформляли, якобы это несправедливо. Это величайшая справедливость. Потому что Аллах нас не только испытывает. Не только испытывает. Может, хватит испытаний? Не торопитесь, Ахи. Это вы не сидите на месте Аллаха и контроль делаете. Мы, рабы, сейчас, если луна будет приближаться 10 метров, вы ничего не будете иметь, ни Америка, ни Франция, ни Европа, ни христиан, ни мусульман. Не так? Не так? Поэтому я вам говорю, за других не волнуйтесь. Вольнуйтесь за себя. Это в первых. Во-вторых, это величайшая справедливость, но несовершённая, которую Аллах, Субхануа Тааля, делает несовершённая. В первую очередь, я вам говорю, если у вас есть какой-то директор, этот директор принимает на работу, исключает, даёт зарплату, не даёт и так далее. Но, в конце концов, он никого не оставляет в беду. Ты его ругал, он от тебя возьмёт. Ты его деньги взял, он возмездил. Поэтому я с первого начала вам спросил, судный день вы верите? Вы имеете в виду, что вот если я его обижаю, в судном день не до вас не сделаю. Вот, 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 вот. Или Гитлер, Гитлер, уничтожал сколько миллионов? И просто себя застрелили, или застрелили, или отравили, и всё ушёл? Дальше. В фильмах, вы смотрите Голуидский фильм, или Мосфильм, не знаю что. В конце концов, если справедливее, конец нету, вы будете плюнуть на телевизор и сказать, что за дурацкий фильм. Не так? Конец, я ахи, дольфи. Почему в этом жизни мы не увидим справедливее, только будем в судном денье? Только так, только так. Знаете почему? Знаете почему? Потому что вы не думаете, что вы сами сильны. Не я, не он, не третий, не... Как вы сильны, есть сильны в этом мире. Как вы богаты, есть богачи. Как вы умны, есть ещё умны. Поэтому они нас притесняют. Нас притесняют. Сейчас вы ходите на работу, что, думаете, всё сладко и гладко, как положено? Кто-то вас притесняет, и кто-то... Что касается паспорта, что касается визы, что касается ехать, приехать в квартиру, учить детей и так далее. Везде есть несправедливость. Может быть, вы сами справедливы, но справедливы по уровню вашего ума. Эта справедливость, это относительная вещь. Относительная вещь, это справедливость. Вы никогда не будете сто процентов справедливы. Никогда. Никогда. Поэтому вы тоже, может быть, меня ругали, может быть, его, может... Поэтому мы возвращаемся все к Аллаху. Вот поэтому я вам говорю, не волнуйтесь. Просто дайте, дайте, дайте просто вырезы, потому что немножко длинный вопрос, и вы хотели, как интервью, по одну минуту невозможно брать. Эти люди, Филиппин, хоть там, то, другое и так далее, мы, как мусульмане, смотрим на их с двух аспектах. Сначала они в этом жизни иничтожены, значит, и где-то они виноваты. Но Аллах, субханава та'аля, их возмездие даст в той жизни. Потому что раз он мусульманин, и враг его иничтожал, враг не имел его иничтожал. Не имел. Но мусульманин сам виноват, получил такой удар. Почему? Потому что он или был далек от учения Расулу Аллаху, или он не выполнял, как положено, или он вместе со своими мусульманами где-то есть нарушение. Поэтому получилось в конечном счету такой результат. Но в день стражного суда... Двухлетний ребенок в чем виноват? Двухлетний ребенок? Такой вопрос я вам скажу. У вас есть садик дома? Сажайте что-нибудь. Есть дома? Есть. Вы как фаллах, как называется? Хозяин. Иногда, иногда у вас светочки большие и маленькие. Но вы как хозяин все равно иногда и маленькие снимаете. Это несправедливо или нет? Справедливо или нет? Это кто снимает? Аллах снимает. Я вам говорю. Допустим, представьте, у вас есть участок. Вы там святов. Святы сажали. Святы. Но вы как хозяин и мудрый хозяин иногда и маленькие святы тоже убирайте. Потому что знаете, в конце концов, или он сам умрет, или не даст. Те, которые уже скоро взрослые, не даст. Потому что прибыль в конце и так далее, вы знаете. Каждый один квадрат должен три-четыре. То есть, есть мудрость в этом. Аллах, если забирает маленького ребенка, значит, может быть для взрослого этот маленький ребенок будет меня мучить. Таким образом, я может быть, или я сам закончу с собой, или я его убью. Это в Бербер. Или мудрость никто до конца не может знать. Или, или. Или Аллах, субханава та'аля, хочет вознаградить этого человека, то есть отца, и вознаграждение отцу через терпение. Я терплю, знаю, что он Аллах даровал, и он Аллах забрал. Я ничего не делал. Я только спал с женой, Аллах давал мне это. Значит, испытывает отца, да? Я вам говорю, одно из двух испытаний, сама собой есть, и еще вознаграждение, в-третьих, и еще по сунни, по сунни, по Корану, по шариату, этот человек сам встречает своих родителей в День Страшного Суда, обережает их, обередит их, отекрывает для них ворот рая. Вот это ребенок, который... Я лично, я лично, если Аллах будет забирать им не восемь, буду сказать, алхамду лиллах. Почему? Потому что он давал, и он заберет. Аллах его и смог не давать вообще. Столько есть барок, которые они живут 20 лет, и ни одного ребенка. Костку они деляют, Аллах не даст. Поэтому это Аллах, он дает, ях, и не я. Я ради удовольствия, с женой Аллах дает мне ребенок. Удовольствие. Я даже не думал о ребенке. Вот самое, что у вас... Вы живете, вам легко жить, потому что вы верите. Вот-вот... Это вот... И легко умрем, иначе. И легко умрем. Вы в религии, вот самое в религии, вот... Аллах, мне надо верить, сын Он нам. В религии, что самое главное, да? Вот вы легко, вам легко жить. Пока что у меня мало верить. Надо желать этого. Я желаю, но не получается. Честно признаюсь, не получается. Я не знаю. Но вы когда читаете Коран, вы же видите, там на каждой странице Аллах говорит судный день. На каждой странице говорит, что вы будете воскрешены. Все таки... Вот хочешь, не хочешь... В нововведении есть. По-моему, если я ошибаюсь, вы умеете поправить. Раньше фотографироваться в Шариате было запрещено, да, правильно? А сейчас фотографируемся. Это нововведение, да? Вы же хотите, не хотите, вы это же принимаете. Не принимаете? У вас права нет? В азиатской правах фотографии нет? Это... Это... Ахим. Не, не. Хочешь, не хочешь, не хочешь. Не, не. Вы... Мысли у вас нормальные. Логика у вас на месте. Я ничего не говорю, брат. Я ваши права не ущемляю. Просто религия, вы понимаете ее в абстрактном виде. Вы понимаете религия, как... Понимаете, как тесты хлеба и все. Нет, этот тест хлеба можно делать булочки, можно делать то, другое и так далее. Вопросы. Вы, которые спрашиваете, это не то нововведение, которое мы имеем. Не это имеется в виду. Это Шариат. Шариат развивается. Это можно, да? Да. Банковской системы нет в древней истории ислазии. Но сейчас есть и все мусульманские. Это меняется. Шариат меняется. Вы имеете в виду кредитные проценты, да? Да, да, да. Уже разрешается. Шариат... Нет, не только уже разрешается. Шариат, охи, шариат, она... Как вам сказать? Она широкая. Все может принимать и узаконить ее соответственно шариату. Соответственно законодательство шариату. Я говорю о идеологии. Идеология совсем другая. Не меняется. Судный день, судный день. Не меняется. Это понятно. Ангели есть, ангели не меняются. Вот допустим, запрещать брагожонство. Это шариат или идеология? Никто не может это запрещать. Знаете почему? Потому что шариат есть принципы. Шариат... Проблема он, понимаете, когда объяснить человеку, который... Я вот конкретный вопрос задал. Есть принципы... Нет, это шариат, но есть принципы шариаты, как конституция. Конституция не меняется. Уставы... Конституция меняется. Когда меняется? Креферендум проводит меняется. Это вопрос такой. Сейчас гады, сейчас гады, гады, судья или адвокат может менять конституцию? Нет. Должен весь народ собираться и сказать меня. Это имеется в виду. Это еще относительно... Это просто пример. Пример. А в исламе шариат есть принципы шариата. Правила, которые не меняются. Вот, допустим, то, что многожонство отменить, это невозможно. Невозможно. Нельзя. Почему? Почему невозможно? Много объяснить. Или может быть такое, что вот... Я... Ахерушан. Ахерушан. Ахерушан, брат мой. Давайте на каждый шариатский вопрос вам нужно 5 лет просто учиться. Но я вам скажу одну вещь, легче, чем всего этого. Надо... Вы верите, что Аллах, Субхану Ата'аля, есть или нет? Есть верю. Отлично. Верите, что Он величайший мудрый. Не так? Если величайший мудрый, не бывает, чтобы Он создавал миллиарды людей на протяжении... столько миллионов времени и оставил их без хозяйства, безхозник, как барани, идите, живите, как хотите. Не бывает. От мудрого ожидать этого не бывает. Он нас сотворил, не может быть. Он нас сотворил и нас не забывал. Послали для нас руководство. Начиная от Нуха, продолжалась, 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 конец уже до Мухаммеда. Есть руководство, называется Коран. Поэтому, в первую очередь, чем обсуждать женщину и обсуждать многоженство, надо обсуждать. Для вас закон Аллаха, это лучше всех и лучше моего ума или нет? Вот здесь надо. Если вы это для себя решите, значит, Аллах, субхану та'аля, величайший мудрый для женщин и знает их интерес больше, чем меня. Сегодня люди все говорят, нельзя многоженство, чтобы остались эти женщины, чтобы остались для них. Без никаких отношений и обязательств имели с ними сношение и все. Без никаких обязательств. Аллах, субхану та'аля, все это, как сказать, контрравленно. Четыре жены, потому что есть вдовы. Есть, которые взрослые стали. И двоя жена, может быть, и на самом деле не хватит. Если у нее монастрация 15 дней, есть такие женщины, 15 дней. Как вы будете ходить налево? Тогда сами лучше взяты вторую. Лучше, чем ходить налево. Если 15 дней, его жена в монастрации, что ты будешь делать такой? Ты будешь мучиться. Еще, кроме этого, в четырех ведров можно наливать воду. И ты можешь точно знать, что это мой сын, это мой сын, это мой сын. Из четырех жен. Поэтому это закон Аллаха. Сейчас, в данное время, вы знаете, что пять лет обсуждается в Германии вопрос многоженства? Пять лет. Пять лет обсуждается. Что интересно, если какие-то западные страны примут этот закон, люди скажут, что как хорошо, справедливо. Ислам, ислам, когда это курение, с первого дня, ислам, наши ученые сказали, это харам, потому что противоречит несколько правил шариат. Мусульманы сами сказали, а, это макро, это может быть, это одна сигара. Когда Европа сказала, это вред для здоровья, это то, это другое, все уже люди не говорят, что... Я, ах, и двести, сто пятьдесят лет тому назад, берви, фатва, шариатских ученых, мусульман, они сказали, это запрещается, и харам. А кто слушал? Никто не слушал. Ну, когда Европа принимает, значит, не все принимают. Вот наши... На самом деле, как наш брат говорит, поэтому многоженство, это, это величайшая справедливость. Сестра, допустим, пришли к ней свататься, она, ребенок, не хочу, не хочу, не хочу, сейчас я ей 32. Она говорит, если придет, женя-то уже я пойду. Здесь в этом вопросе, чтобы согласие. Я опять говорю, вот детей воспитывает мать, мать должна быть хозяйкой, она должна быть свободной, мать должна быть умная, чтобы умного человека воспитывать. У меня жена мусульманка, свободная, умная хозяйка детей. Рушанбе, я просто хочу, поэтому вначале я вас спросил, вы хотя бы знакомы с мусульманской семьей? Вы все только читаете литературу, которую писали или евреи, или атеисты, или ненавидящие ислам. А реально совсем другая. Реально совсем другая. Человек здесь приехал, клянусь Аллахом, русский. Это я лично знаю. Приехал купить машину. 20 тысяч долларов он держал вместе с кошелек и так далее. Смотрели то, другое и так далее, оставили этот кошелек и деньги, и паспорт и так далее на машине, потом, не знаю что, уехали, до свидания, уехали. Этот человек, хозяин, говорит, сейчас может быть они вспомнят и придут. Это не вспомнили, не пришли, сели в машину, поехали в это, потом вспомнили через пару часов. Он не может определить, у кого он забыл, где забыл. Он же ходил несколько на базары, сотни они проходят, ты сам знаешь. Это спросят, там спросят. Сказали все. Я потерял, все. Опратился он сразу здесь, в Дубае. Сказали все. Данни взяли, дани и так далее. Второй день его звонили. Сказали, приходи, возьми двои 20 тысяч долларов. Нашли, нашли. Не верит он. Ходил, давали ему деньги и так далее. Говорит, это половина я даю человеку, или 5 тысяч даю человеку, который нашел. Они сказали, это обыкновенный человек нашел. И он сдал, он ничего не хочет. Как? Ах и есть. И процент тоже не может сказать. Поэтому вначале, если я согласился, говорил, 90 процентов и так далее, это зависит, знаете от кого этот процент? Это от меня или от тебя? Однажды, Кумар ибн al-Khattab приехал в делегацию из Ираака. Он их спросил, там сидели сподвижники, у них спросил, как вы видели жителей Ираака. Сказали, я амир науменен. Они все такие, плохие, врут, обманывают, ругаются, то, другое и так далее. У них ахд, юхту, зимат, юхту, не знаю, аманат юхту. Он сказал, вы правы садитесь. Второй день приезжает еще одна делегация. Он их спрашивает, как вы видели жителей Ираака. Сказали, ма шааллах, амир науменен, очень хорошие люди, очень воспитанные. Они нас приняли, они нас, они гостоприимные, они то, они другое. Хвалили их только в хорошем. Он сказал, вы правы. Остальные сподвижники, которые вчера свидетели были и сегодня, сказали, ты интереснее амир науменен. Амир науменене, то есть, повелитель правоверный. Берви правы, и второе правили, несмотря на то, что они расходятся, они противо... Он говорит, эти берви ходили к подобным имя людьми, а эти ходили тоже к подобным имя людьми. Как вы будете брать? Поэтому даже наши старушки всегда говорили, говорили, как ты будешь в этой жизни, намерение будет у тебя искренне, Аллах пошлёт для тебя искренне людей. Поэтому ты никогда... Всегда, любой человек это испытывает. Или в машинах, или на базарах, и так далее, говоришь, мне повезло. Потом скажешь, мне не только повезло, потому что, الحمد لله, я тоже стараюсь делать добро. Аллах мне пошлёт именно людей, которые с добротой. Если я буду стараться сесть с этими людьми, я вред не увижу. Но если я буду ходить, где дискотека, пьют и гуляют, и с ножами ходят, значит, я от них и буду получать. От тебя зависит. Поэтому мусульманин не должен жить среди куфан. Среди безбожников мусульманин, как вы, не имеете права там жить. Если имеете право, значит, вы для себя должны какой-то хороший круг набирать. Именно этот круг, потому что мир это, это океаны, это океаны. Все разные видности рыбы есть. Все разные. Даже маленькие рыбы, увидишь, они с маленькими все ходят. Это Аллах так нас сотворил. Животные, бараны, если один отделяется, волды сразу его схватят. Но раз они вместе стадо, не может нападать, даже если 10 волков. То же самое мусульманин, я и он, и третий, и четвертый. Если один я буду, шайтан уже сильный. Уже будут разные мысли. Разные мысли в исламе, разные мысли о женщине, разные мысли и так далее. Вы только меняете источник информации. Увидите совсем мир по-другому. Почему сейчас любая страна, первое, что ее рухнет, это если бред информация будет менять. Бред информация. Я как мусульманин, мне не нужно ни Россия, ничего. Дайте только мне Астена или Бервиканал. В жизни они мне не дадут. Я когда обратился к министру образования, я ему сказал, только дайте один интернет. Я буду финансировать, буду кормить и так далее. И только он сказал, ты что, дурак? Валлах, мне лишно. Ты что, в жизни? Это наша кухня. Это министруство образования. Это мы оформляем мозги, как мы хотим. Поэтому, брат мой, мы стараемся быть рабами Аллаха, не раби информации, которые они, что хотят, они делают. Евреи там убивают мусульман, а весь мир думает, что мусульман убивают евреи. Потому что меняют, и все. Все меняют. То же самое и книги. Я лично читал книгу, которая издана в Казан, писатель, один русский-еврей, писал там пра, Расуллаху Асаляму, дословно, что он разбойник был. Любой человек будет читать и скажет, что за пророк. Поэтому справедливость у мусульман. Почему мы не получаем папашки? Знаете почему? Потому что мы готовы терпить избитание, лишь бы не менять принцип. Наши принципы, никогда не будем нападать на чужих, или воровать, или украсть, и так далее. Но они натравливают неграмотных людей среди нас. В Вьемене найдутся какие-то невежды люди, которые их натравливают, и одного захватывают, и убежали специально, чтобы после этого НАТО или Америка пришла и бомбила. Это все мы знаем политику. Это мы знаем. И наши главы государства, они это прекрасно знают. Они боятся. Они меняли... В один день они меняли Саббама, и они меняли, как его зовут, Газзафи. И они меняли... Они могут, яхи. Рука у них длинная. Почему? Потому что на самом деле, 400 лет тому назад, во вине Османская империя, она ударила между мусульманами, и между другими, вот железная стенка. Они все суфисты, ни наука, ничего, ни трети, ни десяти. Ухождался мусульманский мир меняли ислам. Они меняли ислам. Поэтому и мусульманский мир ухождался. Она сама, Аллах ее иничтожал. Усманская империя. Это, это закономерность от Аллаха, потому что она, ущемляла всех мусульман, подняла национализм и суфизм. И смотри, они делили ее имущество больного, не так? Больного старика. Так называли ее? Деление имущества больного старика. Поймной Европы. И делили ее на куски. Немножко взяла Россия, немножко взяла Англия, немножко Франция, немножко Италия, немножко Голландия. И все. Как мы стараемся, уже 200 лет мы стараемся уже себя перевоспитывать, детей перевоспитывать и так далее. Видим исположение, я вас уверяю, видим, как я вас вижу. Потому что Расулу Аллаху, салам, об этом сообщил. Об этом и сообщил, саламу, и сказал, вернется, праведный халифат, вернется, как было. Это когда, когда мы будем держаться за это руководство. Только. Поэтому я, я лично знаю, брат, это, это 100%. И они не допускают этот момент, чтобы я вернулся к исламу. Не допускают. Стараются меня обзывать террористом, ваххабистом. Наблюдают на меня все, что может быть. Хоть это у мусульман, хоть это не у мусульман. Наблюдают, как бы, то, другое. Но что делать? Я буду бороться. Или я умру, или арестуют, или выгоняют. Но я раб Аллаха, буду бороться. И все революции мира, и все миссии мира в истории без испытания не пошли. Что, Ленин победил просто так, сидел дома, и как на халяву пришла победа? Нет, конечно. То же самое, хоть он кафир, хоть он не мусульман, но законность в этой жизни природной законодательства или природной законы, которые Аллах создавал вот эту природу, она для меня и для тебя одной тоже. Огонь будет меня гореть, тоже будет тебя гореть. Европа стала, они поднялись, потому что они обратили внимание на науку, а мусульмане не обратили внимание на науку, обратили внимание на женщин, обратили внимание на деньги, обратили внимание на нефть, и спали, и Аллахай, как я вначале вам дарушизм и так далее. А они день и ночь писали, читали, поэтому Аллах имдавал. Идите. Как ты будешь в этой жизни себя навравлять, так Аллах не привязывает тебе. Открыто. Ты сам выбираешь для этого. У тебя есть мозг, силы. Аллах, если хотел запретить людям, никакой грех не был. Ты хочешь убивать человека, он парезает двою руку. Ты увидишь, что уже нет рука. Нет, Аллах, давай свободу. Ты свободен. Аллах давал тебе ум, давал сердце, давали здоровье. Выбирай. Но за этот выбор ты отвечаешь бред людьям и бред Аллахам еще. Ты не можешь прийти к судью и скажешь ему, судья, господин, прости, потому что я мусульманин. Тебе скажут двойной будем наказать, потому что ты мусульманин, знал правду. Знал закон Аллаха и нарушал. Двойной. Такой. Аллах. Закон природы, который Аллах, субхану та'алу, сотворил, он нейтральный. Не знаете, что ты мусульманин или не мусульманин. Мусульманы спали, спали, спали в триста лет. И сейчас они хотят победу просто так от воздуха. Аллаху это не даст. Пророк, несмотря Пророк. И Аллах его защищал ангелами и так далее, но он когда совершил хидру, он бежал из Мекки, из Мекки в Медине, скрытно он бежал. Смог он в ходит и сказал, Аллах со мной, Аллах защищает меня, вот я ухожу. Нет. Законы природы однии тоже. Для всех. Могли его убивать. Но Аллах, Аллах, субхану та'алу, послал нам ислам, не для того, чтобы читать испат. Аллах, в коронии, в айе говорит, не только читать, делят. То есть ты требуешь у Аллаха, что бросишь у Аллаха? Наставление на прямой путь. А как я буду просить наставление на прямой путь? Сидеть? Нет. Я должен учиться, я должен спрашивать, я должен идти, делать и так далее. Поэтому. А вот это первое расхождение, которое отделяло мусульмане от руководства Ахи. Поэтому не будет вам это странно, чтобы европейцы поднялись в этой жизни. Да, они поднялись в этой жизни. И чтобы нам догнать их, нужно 200-300 лет. Но они не допустят, что мы догнали. Но мы, я о себе говорю, и наши ученые, мы не надеемся их гонять, даже не стараемся на это. Потому что наша миссия не в этой жизни, чтобы летать на небо. Наша миссия подарит миру наставление. Мораль и нравственность, которой Европа стреляет от нее. Детей, где ты видел детей, детей, в школах стреляют друг у друга, убивают друг у друга, изнасиливают друг у друга. Девушки, девушки, в школах беременные. Беременные девушки. Где? Потому что сам Буш тогда признался, сказал, я не могу ругать ислам, не могу, потому что однажды он сказал, это крестной выход, потом он менял слово, второй день сказал, не могу, это вышло слово, не то, я наоборот, уважаю ислам, и я знаю, что семейные, исламские семейные, они самые прочные, и так далее, крепкие. Я их уважаю, и так далее. Даже враги это признают. Дочка никогда не может идти без согласия отца, и так далее. Но враги стараются, чтобы мы изнутри разлагались, чтобы девушка, девушка пошла, мальчик пошел, как европейцы. Сейчас 18 лет девушка, у них все, у нее есть барин, она с ними живет, и не знает отца. Все, что за семья? Что за, я, и что за цивилизация? Это не цивилизация. Цивилизация, которая создавала бомбы, которая взрывает в один час. Миллиарды людей на протяжении истории, на протяжении истории не было из мусульман такой геноцид, как в Японии. В жизни не было. Это только враг делает. Мусульмане милосердны. Милосердны мы мусульмане. Мы очень добрые, очень милосердны. Пусть получаем по башке, но конец, Аллаху субхану ата'алу, конец будет для лучшего, не для сильного, и для лучшего. Весь мир сейчас истрадает от вот этой атомной 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 атомной. Не знают, куда задеть. Уже земный шар уже не терпит. Не дай Аллах, одна будет, один, как это называется, объект? Атомная электростанция. Зарвется, а станет будет тоже зарваться. Куда они идут? Что за шайпань, который им сказал, это разве наука? Это наука, которая против человечества. Эта наука ислам не признает. Или ислам смог сутра. Мы мусульмане, деньги есть. Могли саудия, кувейт и так далее собраться и покупать, или похищать. В Египте собирается сутра, в Египте и Турции собирается. Для электричества только. Для электричества. Только. Для электричества. У Пахстана есть атомная бомба. Поэтому, брат мой, это если ты, мы говорим от имени ислам, мы не говорим от имени мусульман, разница большая. Ты, когда берут от тебя интервью, ты не имеешь право говорить от имени азербайджанцев. Сам президент тебе скажет, молчите, кто такой? То же самое, я не могу говорить от имени мусульман, я говорю от моего имени, от имени ислам, который я понимаю. Есть такие моменты, которые не понимаю, скажу, Аллаху Алям, только Аллах знает, не могу отвечать. Поэтому у каждого человека есть свой квартал. Больше этого квартала ты уже не твоя компетенция. Валлаху Алям. Субханакаллаху Алям. Самое главное это вера судной. Вера судной. Оттуда и начинается. Оттуда и начинается. Самое главное мне надо верить вот этот. Если я буду вот судной где верить, остальные уже сам по себе. Я, я, я задам один вопрос, может быть последний. Если, сейчас вы кем работаете? Не этот вопрос, это просто мукадематом. Я сейчас вообще тижара. Брат мой, если узнаете, узнаете, что в Африке или Европе или где-то есть работа, которая на самом деле вам подходит сто процентов. Десять тысячи долларов в месяц. ну, вы слух слышали от кого-то, но пока не уверены. Будете равнодушны к этому? Нет. Не будете? Десять тысячи только. Не будете? А что будете делать? Я уверен. Начинайте спросить. А есть руководство, куда ехать, у кого, кто встречает? Настолько это уверено? Поэтому затрагивали ваше ухо, что после смерти есть воскресенье, равнодушным быть нельзя. Надо дальше. Надо интересоваться. Обязательно искать, читать, спрашивать, сидеть с людьми, которые в этом верят и так далее. Вы сами признавали, что это легко, мы живем легко. Это на самом деле. Вам легко жить. И поэтому любой нормальный здравомыслящий человек, когда видит другие, хорошо живут и здоровы, он старается делать как они. Я не могу с собой ничего делать. Вот я понимаю, что вы правильно говорите. Я все это понимаю. Я институт красным диплом закончил. Эх, очень много учился, учился целым летом. Не могу с собой ничего делать. У меня есть сомнения. Есть сомнения. Вот это слабость. Слабость. Знаете, от кого это слабость? Я, честно говоря, вот один скажу, если с ваш позволения. Я хотел увидеть чудо, чудо, чтобы верить в это. Честно говоря, был случай, я даже очень просил Бога, чтобы ты мне выручи меня, выручи. Нет, ценности не нужны. Выручи меня, я буду день и ночь намаз совершить. День и ночь. Ты просто в этот момент меня выручи. это тоже не увидел. Я на колене молял, выручи меня. Не выручал. И сомнений еще больше стал. Понимаете? Вот если у меня сомнений есть. выручи уже меня менять очень тяжело. Очень тяжело. Вы 44 года. Никто не вас не заставлять. Я не говорю, что вы менять сложно. самому. Мы совершили факт. сложно, брат мой. Не сложно, брат мой. не дай Аллах, не дай Аллах. Вот этот момент я вам сказал. Я на колене просил выручи меня. Не дай Аллах, я вам говорю. Сейчас вы здоровы. Сейчас вы здоровы. Не дай Аллах. Просто пойти провериться и скажут у вас есть бичин или то или другое и так далее. Вы не можете врачу сказать я не могу себя менять, диету соблюдать. Я не соблюдаю. Двое дело. Двое джизин. Надо чувствовать опасность. Тогда это слово не будете сказать. Вы пока опасность не чувствуете. Опасность чувствуете знаете когда? Когда ложиться надо думать об этом. Когда ложить голову на подушку думайте что не проснетесь. посмотрю как будете. Поэтому надо чувствовать опасность. Человек который рассказывает вам что огонь там у соседа будет отличаться миллион раз когда огонь у вас будет в кухне. Представьте представьте если надо себе представить что не дай Аллах я умру сегодня или завтра что я буду делать. Аллах давал вам вот это ощущение это реальность это состояние что вы встретили эти людей значит Аллах вас любит чтобы вы слушали хотя бы один слово об исламе